И всем привет, ребят! С вами Брис. На самом деле, я долго думала, стоит ли мне записывать ролик на эту тему, но всё-таки решила, что да, почему бы и не сделать, раз такая возможность есть. Сегодня у нас будет небольшой ролик на тему одного сайта, который позволяет настраивать свет на фотографиях, но, естественно, все художники побежали пробовать это на своих картинках. Вот, сразу показываю ссылку на сайт, лучше перепечатывать именно так, потому что я пыталась искать, ну, по поиску, просто писав релайт или клипдроп. Он ничего не находил, я не знаю почему, возможно, я делала что-то не так. И я видела, что этот Аиза вирусился в ТикТоке, и все побежали его использовать. И я хотела бы просто немного обсудить с вами конкретно эту программу, точнее, этот сайт, и сказать своё мнение насчёт плюсов и минусов. Я взяла картинку, которой много всего, то есть я здесь рисовала прям сильно светотень, я старалась, и я могу только сказать, что, как по мне, вся эта штука работает очень странно. Вы видите, что она очень странно определяет глубину, и где-то, точнее, очень много где свет проходит сквозь картинку, то есть это очень сильно заметно, нужно правильно сидеть, настраивать. И я не спорю, что, конечно, можно это правильно разместить, либо просто удалить, например, что я и сделаю. И здесь очень много, конечно же, разных настроек и по цветам. Это выглядит довольно прикольно, но я не знаю, есть у меня ощущение, что вот я лично вижу вот эту вот часть, я не знаю почему, но, как по мне, она очень резкая конкретно на этой картинке. И у меня есть ощущение, что эта штука делает слишком резкие цвета. Вот я думаю, вы видите, что вот эта область, она слишком резкой стала. И ее бы, конечно, подблюрить, и как бы я это не размещала, куда бы я не уводила свет, это все равно происходит. Возможно, мои, конечно, примеры, это не самые идеальные картинки, и стоило взять какие-то другие. Вот тут еще можно. Когда оно большое, еще, кстати, более-менее, но все равно видно очень много косяков. Давайте просто попробуем на другой картинке. Я специально беру какие-то более-менее картинки, где прям есть что показать, то есть где реально был какой-то рендер, потому что, ну, в противном случае, как по мне, эта штука в целом довольно бесполезна, если у вас нету каких-то знаний по поводу светотени. Я не знаю, не то чтобы я тут мастер светотени, на самом деле я тоже много чего не умею. Но вот на этой картинке это выглядит, кстати, более-менее. Но, опять же, мне больше нравится результат, который был у меня до этого. Не знаю почему, просто выглядит очень странно. Мне кажется, что можно было бы и самому наложить правильно свет, потому что все эти штуки... Ну, я не спорю, честно скажу. Сам факт, что ты можешь не париться и загрузить свою картинку на сайт, если у тебя все сделают, это довольно прикольно. Но давайте возьмем, в пример, какую-то картинку, где нету рендера. То есть, какие-то стандартные тени, картинка плоская, то есть, на ней ничего нет специально, чтобы посмотреть, как это выглядит. Итак, картинка без теней, скетч, и, по-моему, на ней видно, что АИ определенно мега несовершенен. На картинку с белым фоном вы навряд ли что-то сможете наложить. И здесь очень много белых пятен. И компьютер не понимает, где тут что находится, потому что на картинке нет какой-то глубины. Ну, то есть, если вы не раскрашиваете полноценно, не делаете фулл рендер, если вы делаете только плоские тени, я думаю, эта штука вам определенно не поможет, потому что, как по мне, это выглядит очень плохо. Мне кажется, как бы я тут свет не настраивала. Даже если вот поставим везде белый, и здесь оставим синенький. Мне кажется, это все равно выглядит очень странно. Он сильно затемняет картинку. Я знаю, что здесь можно сделать, чтобы оно не затемняло картинку. Я в курсе. Но даже не знаю. Мне кажется, это прикольная штука побаловаться вечером. Почему нет? Я хочу просто вас предупредить, что у меня нету каких-то пруфов на этот счет, но в ТикТоке ходили какие-то слухи, что этот АИ, он собирает информацию от художников, чтобы потом делать NFT. То есть, ваши арты могут использоваться где-то. Опять же, это лишь слух. Я не нашла каких-то доказательств тому, что это действительно так. Я и не нашла обратному доказательств. То есть, это просто откуда-то пошел этот бум. В любом случае, по-моему, эта вещь довольно забавная. Я не знаю. Я поделилась с вами своими мыслями на этот счет. Если вы баловались в таких вещах, можете рассказать. Но это, думаю, пройдет быстро. Точно так же, как раньше был популярен АИ, который за тебя закрашивает картинку. Такая штука даже есть в Клип Студио, но ей особо никто не пользуется, потому что она очень кривая. В общем-то, как и здесь, это довольно криво. Ну, по крайней мере, мне так кажется, я еще до того, как записала этот видос, я сидела и искала какие-то подходящие арты. Но, если честно, конкретно на моих артах это не очень хорошо работает. Я не спорю, что на каких-нибудь супер-мега-крутых картинках это, наверное, будет выглядеть лучше. Но, опять же, как по мне, это не так уж и сложно нарисовать самому свет по бокам, как это делает за вас компьютер. В любом случае, оставляют это на ваше мнение. Сами решайте, пользоваться или нет. Пишите в комментариях, знали ли вы об этом и пользовались ли вы. Как оно вам? Будете ли вы этим действительно пользоваться в своих обычных рисунках? Ну и всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой паблик в ВК. Может, на инст. Не знаю. Спасибо большое за просмотр. Все раз и всем хорошего дня.